Сотни мигрантов приезжают на стройки Казахстана и трудятся как на крупных объектах, так и в частном секторе. Зачастую наниматься на работу им приходится не в центрах занятости, а через своих соотечественников и неких доброжелателей, которые на проверку оказываются мошенниками. Любой рейд полиции может стать для рабочего мигранта путевкой в изолятор и последующие выдворения из страны. Поэтому многие прячутся, нередко остаются без документов, которые забрали наниматели и попадают в кабалу, работая за еду и жилье. 40-летний Бахтияр в подобной ситуации оказался давно. Человек без паспорта перебивался частными заказами в Атырау, а нынешней зимой обморозил ноги и попал в больницу. Там ему ампутировали обе ступни. Об этой истории рассказал в социальных сетях соотечественник Бахтияра из местной атыраусской диаспоры узбеков. На представителя консульства Узбекистана вышли сотрудники больницы. Что делать дальше с мужчиной, который стал инвалидом, теперь решали в консульстве полиции и Октюбинском центре Дерис, неправительственной организации, которая помогает иностранцам при поддержке Международной организации по миграции в Республике Казахстан. Совместно с сотрудниками миграционной полиции и ЛОВД аэропорта Атырау, председатель узбекской диаспоры Житкирбай Пишенбаев и Фаридар Амбергенова отправили Бахтияра в Актубе, откуда должен был начаться его путь на родину. К нам обратился сотрудник консула Юсуф с просьбой об оказании помощи. Я отправила видеообращение председателя диаспоры города Атырау с просьбой помочь человеку в возвращении на родину. Наша организация является партнером Международной организации по миграции в Республике Казахстан. И Международная организация по миграции нас поддерживает, содействует именно в возвращении. И когда обратились, мы сразу же приняли этот кейс. И на второй день мы сразу же приобрели билет до города Актубе. Сейчас мы оказываем помощь в возвращении на родину. Также уже была оказана медицинская помощь. Мы его встретили в аэропорту. Благодаря... Хорошо сработали отраусские коллеги. Именно отраусские службы полиции. Они доставили до аэропорта, обеспечили проезд. Также выдали справку на возвращение. То есть мы ждали сертификат на возвращение, который тоже консульство города Актау, войдя в положение, без его участия, все-таки передали его почтой. И отраусские коллеги встретили, передали к нам. О своей жизни в Казахстане Бахтияр говорит без обид и без сожаления. Работал на многих стройках, умеет все, от фундамента до внутренней отделки. Хотя бывало, что обманывали, не платили обещанных денег. Договоров тоже не заключали, ведь с первого дня он оказался без паспорта. Вот я как к ватру пришел, там мне сказали, пацаны, прописку делают на ползаду тысяч. Вот так отдал кому-то, женщину какую-то на базаре. И потом, где-то, неделя, спустя-неделя спустя меня поймали, не грять. Просит документы, а у меня нету, я прописку. Они закрыли меня там на бичерене, потом я сказал, вот у меня паспорт, миграционный карточек, все есть. Давайте идемте, я возьму, покажу, кто брал, кому я отдал на прописку. Пришел, оказывается, она сбежала, женщина какая-то. Таких же, как он, гастарбайтеров было немало на пятаке, где собирались в ожидании работы. И очень многие тоже были фактически без документов. А я занимался, я все время, строй, передаду, где плоть. Ну, хватало на жизнь? Да, на жизнь хватало. Для себя, а то же я зарабатывал. Одевал нормально, ходил нормально. А много ли людей таких, которые вот так же ищут работу случайно, без документов остались? Ну, я где-то знаю, 40-50 человек, самые-самые знакомые. О том, что случилось в январе, Бахтияр вспоминает со словами благодарности к тем, кто не бросил его умирать на улице. Видя, как мужчина ползает на четвереньках, очевидцы вызвали скорую. Многие вот замерзли, я так вот четырех ногами на колено уходил. Там три пацана из вахты, что ли, там придет. Там они у меня сок и булочки купили. Что за херня говорит? Многие уже там у меня гангрены, почти гангрены. И говорил вот так вот, так не могу ходить вот сюда, болит. Они звонили на скорую. Здесь сеть, говорят, там они сок, макси чай купили, там булочки, здесь в магазине убились. Потом немножко стояли, вскоре пришел, они ушли. Вскоре говорят, что там, ногу посмотрел, я там трико старое, брюками вот это вот отрезал, как сказать, отсюда. И вот это одевал, там закрыл, вот так ходил. И потом мне в больницу сразу, скоро говорят, что нет, гангрен. И вот на болостную больницу отвезли, где-то пять часов после обеда. Там укол, мы укол все делали. Об истории с Бахтияром стало известно в консульстве Республики Узбекистан в городе Актау. Несмотря на то, что он уехал из страны девять лет назад, сотрудники всеми силами содействовали тому, чтобы помочь мигранту вернуться на родину. И поскольку в Атырау не оказалось партнером Международной организации по миграции, пришлось везти инвалида через Актюбе. В Актюбинской области миграционной службой мы совместно работаем. И если выявляются такие люди недокументированно, они всегда нам сообщают. Если человек даже сам не изъявляет желания вернуться, хотя бы документироваться, потому что в консульстве нас проконсультировали о том, что сейчас изменилась процедура. То есть если человек уже более 10 лет не возвращался в Казахстан, в Узбекистан к себе на родину, он может быть и в списке уже утерял свое гражданство. И те люди, которые не хотят возвращаться на родину, могут обратиться, и можно урегулировать правовой статус уже, будучи здесь. Пока с Бахтияром не случилось несчастье, он рассчитывал на свои силы и жил фактически одним днем. Заработал и стратил, и снова в поисках работы. Жертва обстоятельств, он не старался найти законный выход из своей ситуации. Получилось так, что человек потерял свой паспорт, далее не предпринял решение вернуться на родину, не предпринял каких-то действий, чтобы документироваться, не обращался в различные общественные организации. На самом деле есть и общественные организации, есть и консульство Узбекистана, оно активно работает и во всех городах, есть диаспоры. Отсутствие информации является одной из причин того, что люди не знают своих прав и рассчитывают только на собственные силы и везение, которое иногда подводит. Мы считаем, что эти люди попадают в такую ситуацию, потому что нет именно социальной помощи, когда именно разъяснительной помощи, нет своей у людей ответственности, чтобы избежать вот такого вот уже, такого тяжелого случая, когда уже человек практически приехал здоровым в Казахстан, а сейчас возвращается уже инвалидом, лицом с ограниченными возможностями. Центр Деррис с 2016 года помогает мигрантам в самых сложных ситуациях. Добиваются справок и документов. На базарах раздают буклеты, размещают информацию на стендах в миграционных службах и призывают не бояться полиции, где не только наказывают, но и помогают. Есть телефон горячей линии 116-16, где бы, если бы человек набрал бы этот номер, ему бы объяснили, куда можно обратиться, если бы он сообщил, в каком городе он находится. И в первую очередь, я считаю, что нужно обращаться, если уже в такой ситуации 103-102, есть телефоны. Есть примеры, когда мигранты, долгое время живущие в Казахстане, в конце концов остаются здесь. Рядом с детьми, с семьей, которыми успели обзавестись. Важно, что живут легально и не боятся оказаться в положении жертв. У нас вот была Хожанязова Мирхан, 14 лет она была без документов, и вот буквально месяц, наверное, назад она была документирована, и теперь уже благополучно и дети могут, мы уже документируем детей, она получила статус лица без гражданства, но это временно, мы сейчас уже будем работать над получением ее гражданства, потому что она уже с 97-го года здесь, в Казахстане, и думаем, что у нее улучшается жизнь. Человек обратился, человек действительно со своей ответственностью подошел. Бахтияру предстоит долгое лечение. Буквально на руках его отвезли к самолету, который доставил мигранта в Алмату, а оттуда в Ташкент. Общественная организация «Истикболий Авлот», которая сотрудничает с Международной организацией по миграции в Узбекистане, сопроводила его до Нукуса. Таким стало возвращение в родной Каракалпакстан для рабочего, который надеется, что его золотые руки еще кому-то пригодятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова